Новая украинская власть Новая украинская власть Новая украинская власть Мутили по классике Например, по данным следствия Производителем крепежных деталей Был Дружковский завод металлических изделий Но подрядчик купил ее у посредника Фирмы Авери Трейд Которой перечислили 252 миллиона гривен Производитель же за поставленные детали Получил чуть меньше 200 миллионов Это дело до сих пор расследуют правоохранители MaxMed International находилась в бизнес-центре Евразия Рядом с общественной приемной Грановского По этому же адресу был прописан еще один фигурант дела Межрегиональный инвестиционный союз В настоящее время зарегистрированный на панамский офшор Танагер Холдингс Лимитед Инк Всего за год С 2017 по 2018 Железная дорога заключила С MaxMed International Контрактов на сумму 283 миллиона гривен Господин Грановский Поставил схему на надежные рельсы Еще одна громкая история Дело о закупке Министерством обороны топлива Утрейд Комодити На 149 миллионов гривен НАБУ вручило подозрения Замминистра обороны Павловскому И главе департамента закупок Гулевичу За фирмой стоял партнер Грановского Бизнесмен Андрей Адамовский Они как коммерсанты Деяли очень эффективно То есть было сделано Подвышение цены Согласно с тенденциями рынка На тот момент Но когда цены впали влитку То у взворотного перегляда До цены не произошло А на питание А чи доводилось Колись Трейд Комодити Снижать цены Это питание Залишилось без ответ Именно при Порошенко Трейд Комодити Систематически выигрывала И подряды по поставке топлива Для Укрзалезницы Почти на 3 миллиарда гривен Уже при Зеленском Компания заявила О своем банкротстве Как удачно Трейд Комодити Так звучит название компании Крупного поставщика топлива И победителя миллиардных торгов Ее офис находится В Днепропетровской области В провинциальном городке Каменскуя В обычной хрущевке На первом этаже Под него в 2011 Выкупили несколько квартир На момент основания Уставной фонд Едва достигал До 7,5 тысяч гривен Отметился Грановский В нашем регионе Здесь он осваивал Государственный бюджет Одесского припортового завода Весной 2020 года Специализированная Антикоррупционная прокуратура Сообщила о подозрении Бывшему помощнику Нардепа И член управления завода Ольге Ткаченко Нанесение ущерба В размере Около 94 миллионов гривен Женщину подозревали В создании схемы По которой припортовый Продавал минеральные удобрения Офшорной компании Ньюскоп и Стейтс Лимитед По ценам ниже рыночных Затем эта фирма Перепродавала товар иностранным Но уже по реальным ценам В этом феврале Директор НАБУ Артем Сытник Заявил, что есть проект подозрения И для Грановского Но в специализированной Антикоррупционной прокуратуре Пока относится к этому Осторожно Какой статус Упровождение имеет Сам Грановский? Статус упровождение В этом он пока что Не имеет А что вы думаете Про его Про имоверность Его причетности До раскрывания Как прокурор Я могу лишь говорить Про факты Если будут какие-то Проциальные документы Проциальные доказы И проциальные решения Тоди можно говорить Не можно говорить Что человек подозрится Поки не оголошено Подозрю А есть перспективы В справе? Вы видите? А давайте Это уже Слышьи с прокурором Прогубы Визначатся Яки там В справе Адміністрацию президента Одночасно Залишают автівка Мне все одно Кто на них ездит Машины есть Ездят Все Працюють Мне все одно Кто на них ездит У вас были деньги на цех? Так А каким чином Мы просто побачили Что на сайте Ви размещали Своё резюме Что вы шукаете Работу водителя Все когда еще было Все я еще Змешиваю в 16-му році Ага Все Все Потом принял решение Семейное мы приняли решение Чтобы продать земельные дилянки Ставьте такой бизнес Ага Обронированный С-600 Мерседес Сколько кошек? Сколько А обронированный 2011-го року Сколько ему роков? Я машины брал битые Розумеете, чи нет? Битые Я их восстанавливал Все Восстанавливал на фирме Нейстов Сам Грановский Оперативно Скрился в Израиле И даже по данным Киевпост Получил визу Для оформления паспорта Гражданина Израиля Его дети Имеют гражданство США Поэтому политик Украинских властей Не боится Правда С 20-го года Экснаргеп Абсолютно не публичен Если ранее Он вел активную жизнь В Фейсбук То теперь Там уже год Нет никакой информации К тому же СНБО Почему-то Не вводит Против него санкции Что это? Трезвый расчет властей Или Беспомощность правоохранителей Решение Принимать не нам Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова